Димаш, итак, почему Казахстан проголосовал против этой резолюции, как вы думаете? Ну, в этом вопросе есть два измерения. Одно это связано исключительно с интересами Казахстана, и второе это в связи с взаимоотношениями с режимом Путина. Если говорить про измерения, связанные с интересами Казахстана, если бы Казахстан голосовал за эту резолюцию, то он опасался, что подобная резолюция может быть и в дальнейшем по итогам событий в январе, когда президент отдал приказ стрелять в людей, и более 200 людей погибло. То есть, понимая это, Казахстан всячески, систематически голосует против резолюции, связанной с правами человека. Второе измерение – это связь с Россией. Естественно, здесь, хотя мозаика этих взаимоотношений достаточно разная, и может казаться, что где-то Казахстан ведет себя или пытается отдалиться, и часто на вашем канале это звучит, я, можно сказать, ложный нарратив был изначально российскими экспертами внедрен. Здесь надо понимать, что, во-первых, несмотря на эту разнообразную мозаику взаимоотношений, рамки этих взаимоотношений задаются двумя взаимно близкими интересами. Режим в Казахстане заинтересован в поддержке в России, и эта поддержка выражается в практических определенных, скажем так, решениях. То есть, в январе, когда российские войска поддержали военными власть в руках Тукаева. И второе измерение, вернее, часть этого измерения – это то, как Россия может после января влиять на решение Казахстана. То есть, Казахстан, безусловно, в этой ситуации мог воздержаться, как другие центрально-азиатские страны, и не голосовать. Но он поддержал, по сути, позицию России. Поэтому, имея вот эти взависимые отношения, Казахстан, я полагаю, не мог себя и вести иначе. Смотрите, но эта резолюция за собой не несет никаких, ну, скажем так, пока что, практических последствий. То есть, в общем-то, Казахстан, президент которого, время от времени как будто меняет позицию, то он не признает так называемые ДНР и ЛНР, то теперь, получается, не осуждает агрессию. Почему так меняется то ли быстрое мнение, или это как-то зависит от каких-то других факторов? Вы знаете, иногда для того, чтобы усилить свою власть или показать публично, что он якобы дистанцируется от России, подобные, скажем, решения могут приниматься, которые не сильно влияют на взаимоотношения и характер отношений с Россией. Поэтому не стоит их воспринимать серьезно. Если даже Казахстан ранее говорил о том, что, словами Токаева, о том, что не признает оккупированную территорию, но он также не осудил оккупацию Крыма. То есть, и Казахстан в этом отношении все же остается в форматой российской линии и ей придерживается. Вторая часть этого процесса, вы сейчас видите, что Казахстан поддерживает экономически Россию, то есть, ведет серый экспорт, параллельный импорт, точнее, и всячески подпитывает экономику России. Поэтому думать, что Токаев, будучи зависим от Кремля, будет вести иную политику или будет публично дистанцироваться, и не только на словах, и на деле, мне кажется, это поспешные выводы. Димаш, а как вы думаете, может Кремль оказывать давление на руководство Казахстана? Прямо вот давление. Безусловно. Казахстан сейчас напоминает проходной двор. То есть, мы сильно сдали в своем суверенитете. У нас нет армии, у нас нет серьезных спецслужб, у нас даже информационное пространство полностью заполнено российской пропагандой. И если бы Казахстан представить, что голосовал бы иначе, то, естественно, Токаев бы ощутил серьезное давление со стороны Кремля. То есть, после январьких событий наша зависимость от России, от российского режима, она усилилась. И наш суверенитет сильно страдает сейчас. Димаш, а вот как вы думаете, такое вот голосование, когда вместе с Казахстаном не проголосовало? Там, значит, Россия, Беларусь, Иран, Северная Корея, Сирия. Ну, это же какой-то некий, не то чтобы удар по имиджу, но все-таки не то соседство, к которому стоит стремиться. Определенно не та компания стран, с которыми стоит сбежаться и быть в одной группе. Я разделяю вашу точку зрения. И поверьте, здесь в стране внутри, особенно в канун празднования Дня независимости, который омрачен двумя трагедиями в нашей истории современной, и они обе связаны с политическими процессами, с подавлениями протестов внутри страны, эта новость, она очень сильно вызвала негативную реакцию внутри страны. То есть люди различным образом выражали свое негодование. Но после того, как Токаев переизбрался, обеспечивал себе следующие 7 лет президентства, он начинает постепенно уже не стесняться своих действий. И вот это голосование по этой резолюции – один из признаков. Внутри стороны также начинаются вести репрессии, и уже усиливается давление на журналистов и активистов. Поэтому тут удивляться не стоит. Это два одинаковых режима, просто в разной степени использующие репрессивный аппарат. То есть в России, так же, как и в Казахстане, полностью уничтожена оппозиция, и гражданам не даются возможности как-то влиять на принятие решения. Аналогичная ситуация в Казахстане. Поэтому если в режиме в Казахстане не используют репрессии на данный момент так, как Россия, это не значит, что он не может. Январь об этом хорошо свидетельствует. Поэтому я еще раз призываю, всячески даже борюсь с этим, когда некоторые эксперты, особенно россияне, часто пытаются показать режим Токаева в ином свете. Нет, они одинаковы по своей сущности и природе. Димаш, вы сказали, что режимы в России и Казахстане схожи. И тут интересно ваше мнение по поводу того, ограничится ли Токаев вот этим семилетним сроком? Как вы думаете? У него есть серьезный барьер в плане возраста. Естественно, если бы он был моложе, он бы эту перспективу, безусловно, рассматривал бы. И, возможно, уже бы сейчас примерно планировал дальнейший горизонт консолидации власти. Поскольку ему уже сейчас 69, более вероятная технология, которая будет использована, так же, как и в его случае, связана с назначением преемника, который обеспечит ему политическую, юридическую и иную безопасность. А эти семь лет, поскольку это пик его карьеры, то есть он получил власть с фултана Назарбаева, и сейчас всячески его политически и в ином смысле прикрывает, я думаю, что примерно такой же механизм будет рассмотрен им, поскольку эти семь лет, они также, по всей видимости, будут им использованы для наращивания своего присутствия в экономике страны. Ну вот вы говорите, что Такаеву 69, да? Путину 70, и, по-моему, его это вообще не останавливает. Судя по всему, он думает, что, наверное, будет жить вечно. У Такаева что? Более здравые взгляды на продолжительность человеческой жизни? Нет, здесь не речь о здравомыслии или рациональном неком поведении или понимании того, что делать с властью. Она достаточно практически рассматривается. Ведь, посмотрите, в России, в Казахстане элиты, они склонны к липтократии. Они используют свою власть для личного обогащения в том числе. Поэтому, чем ближе возраст к 80, тем сложнее становится справляться с натиском тех обязанностей и возможностей, которые возложены. Ведь концентрация власти в руках также и подразумевает достаточно, скажем, рутинную работу, публичное появление и следование всем этим канонам и правилам, когда вы являетесь носителем верховной власти. Так что здесь не стоит рассматривать или сравнивать одного как рационального, другого нет. Их поведение исключительно в рамках личных интересов. И поэтому, если даже есть какие-то различия временные и в определенный временной промежуток, то есть если мы сейчас это анализируем, это не значит, что они не могут поменять свое мнение позже. То есть здесь важно понять, что за власть они держатся очень крепко. Они организуют весь силовой аппарат репрессивный для того, чтобы ее максимально долго удерживать. Естественно, когда приходит вопрос о том, как обеспечить себе выход из этой системы, они приходят к разным методам. Пока вот сработал один, да, с приемником. И то он имеет свои последствия для султана Назарбаева, который все-таки сейчас немножко уже находится на обочине. Но тем не менее, если есть возможность держаться до последнего, как показывает мировая практика, и диктаторы на это идут. Димаш, смотрите, а вы как бы могли охарактеризовать настроение в Казахстане по поводу заявлений, которые периодически делает российская пропаганда, что вот, дескать, Россия ждет опасность со стороны Казахстана? Здесь болезненно, естественно, реагирует. И у этой реакции есть достаточно четкое объяснение. Как я говорил, общество не чувствует себя в безопасности. Во-первых, оно находится в состоянии постоянного давления со стороны собственных властей, собственного режима. И понимает, что в случае осложнения ситуации Казахстан не способен себя защитить. А политическое руководство Казахстана вообще не понимает, по всей видимости, или не оценивает серьезность этих угроз. То есть оно сближается с режимом, оно реализует все интеграционные процессы, связанные с Россией, но не озабочено национальными интересами и построением действительно сильных институтов власти, которые бы могли обеспечить безопасность страны и все-таки представлять собой более открытую политическую систему, где бы люди все-таки могли выбирать свое правительство и доверять государству. То есть, понимая это, естественно, люди находятся в достаточно таком стесненном положении, они не чувствуют себя безопасными и негативно воспринимают эти наезды со стороны российских пропагандистов и уже официальных лиц. И я напомню, что посол недавно России высказался, указывая, что в Казахстане есть националисты-экстремисты, которых Тукаеву необходимо репрессировать.